Привет, я Стив Кейли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич, штат Западная Вирджиния. Как всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня с этой программой в свою гостиную, номер отеля, домой или в какое-то другое место. Я уверен, что вам понравится сегодняшнее послание, и с церкви «Волна» мы проговорим сегодня слово в вашу жизнь. Готовьтесь, это слово изменит вашу жизнь. Вы удивитесь тому, как Божие Слово может помочь вам в повседневной жизни. Конечно, я живу в непорочности, когда это легко. Я являю Божью любовь всем, всем, кто похож на меня. Я очень щедр и не трачусь на наркотики. Я всегда готов помочь другим, и люди видят, как я это делаю. Да, я верю в Божью благодать, но они меня очень ранили. Никогда я их не прощу. Сегодня мы поговорим о постмодернизме. Иов, греческая мифология, Первая мировая война, путешествие во времени. Честно. Иисус и Петр. Справимся? Готовы? Мы двигаемся быстрее, если вы не против. Хорошо. Название послания просто «Непорочность». Здесь нечего приукрашивать. Непорочность спокойна, сильна. Твердая, непреклонна. Цветистые названия или крутые образы тут не нужны. Кто из вас слышал, как ребенок говорит, «Ну ты же обещал». А вы обещали. Только после того-то и того-то. На прошлой неделе ты сказал, что в эту субботу мы пойдем... Да куда угодно. Я хотел сказать «в магазин игрушек», но этого уже никто не делает. Ты обещал, что в субботу мы зайдем на Амазон и закажем новую игрушку. Теперь все покупки в интернете, верно? И так говорят все дети. Сейчас у каждого из вас, будь вы родители или... Нет, комок в горле, потому что каждый был в такой ситуации. Вы что-то обещали. Кому-то. Младше вас. А когда наступал момент... Ох, у меня еще 700 других дел. Сегодня не получится. Почему ребенок так расстраивается? Разве он не понимает, что у вас действительно много дел? А кто из вас слышал такое выражение? Все в жизни относительно. Кто-то слышал... Сиборд, Чесапик, на связи с нами. Надеюсь, вы слышали. Или истинной будет то, что ты назовешь таковой. Или это моя жизнь. Не судите меня. Я сам разберусь, что правильно, а что нет. Я буду жить так, как мне хочется. Как мне удобно. Это свобода. Ты не знал? Много свободы, только мало ответственности, верно? Итак, постмодернизм. Если вы не знали, это популярная сегодня философия. Лет ей примерно столько же, сколько и мне. Это направление в архитектуре, искусстве и составляющее нашего образа жизни и видения того, как должно жить общество. Постмодернизм учит, что каждый предоставлен сам себе. Для тех, кому интересно, на экране очень скоро появится определение. Постмодернизм — это распространенная философия или точка зрения, которая отрицает существование каких-либо абсолютных или унаследованных ценностей. Поэтому всякая истина относительна. Постмодернизм утверждает. Во внешней среде нет ничего, что утверждает стандарты, на которые нужно равняться. Все внутри. Только мои чувства определяют, какие шаги я предприму и какой выбор сделаю. Верно? Вы понимаете, насколько это распространено в нынешней культуре? Меня смущает, что дети этого не понимают. Они по-прежнему ждут, что вы сдержите слово, разве они ничего не слышали о постмодернизме. Пойми же, папа будет делать то, что ему захочется. Как я уже сказал, проблема в том, что в постмодернистской жизни нет определенности. Вам не на что опереться, потому что все действует по своему усмотрению. И опасность состоит в том, что сейчас мы воспитываем поколение, которое просит, надеется и молится, чтобы хоть кто-нибудь сделал то, что обещал. Что кто-то появится, кто-то вернется домой, кто-то на мгновение отложит в сторону свои желания и интересы и скажет, я сделаю то, что нужно следующему поколению. Сначала мы посмотрим на Иова. Он забавная личность. Многие из вас знают историю Иова. Мы начнем читать со второй главы. У Иова было все, что нужно. Он водил Мазерати, владел дворцами и воспитывал детей. Но в какой-то момент пришел сатана. Помните, да, эту историю? И Бог позволил ему забрать у Иова абсолютно все. Это не вяжется с нашим богословием, процветанием и мыслью, что на земле все всегда должно быть только идеально. Итак, мы будем читать из второй главы. И начнем, конечно же, с первого стиха. Я буду читать, не комментируя. Итак, тут сказано. Был день, когда пришли сыны Божии предстать спред Господа. Между ними пришел и сатана. Предстать спред Господа. Так странно, что сатана пришел к Богу. Мол, привет, как дела? Лучше, чем у тебя. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал. Я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Эй, сатана, видел моего сына Иова? Я горжусь им. Ибо нет такого, как он. На этой земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И доселе. В первой главе Иов потерял всех своих детей и все свое имение. Я не буду вдаваться в подробности, у нас мало времени. И доселе, говорится здесь. Тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал. Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя? В шестом стихе Бог отвечает сатане. А вот он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова, проказывая лютую от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена, «Ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри». Но он сказал ей, «Ты говоришь, как одна из безумных». Без комментариев. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Я не собираюсь призывать вас быть похожими на Иова. Не получится. Если кто-то похож на Иова, выйдите, пожалуйста, сюда и расскажите нам об этом. Но как? Здесь сказано, что во всем этом Иов не согрешил. Иов не был постмодернистом. Он был премодернистом. Он знал, что непорочность неотносительна. Это наш первый пункт. Непорочность неотносительна. Иов сказал, «Неважно, был ли Бог ко мне невероятно, добр и злевая благословение, когда условия изменятся, когда мы столкнемся с неожиданными ситуациями, сможем ли, подобно Иову, по-прежнему утверждать, что он Бог?» Именно это сделал Иов. Потеряв все свое изобилие, семью и здоровье, из головы до ног покрывшись язвами, он говорит своей жене, «Нет, дорогая, я не отрекусь от Бога. Тот же Бог, который давал мне радость и мир, может утешить меня и провести через эту бурю». Далее, второй пункт. Непорочность нужна здесь и сейчас. Мы уже говорили, что в имени Иисуса есть сила. Он держал свое слово во все времена. С каждым днем, с момента сотворения непорочности Иисуса, только укреплялась. Каждый раз, когда Он держит свое слово, Он приобретает еще больше власти. В вашей жизни точно так же. Какие бы обещания вы ни давали, часть из них вы не сдержали. И хорошая новость, в конце концов, у кого-то из вас будет возможность встретиться с Иисусом Христом. Непорочность возможна только через Него. Только с Ним непорочность неорушима. Но мы пока смотрим на Иова. Он жил раньше Иисуса. Каждый день Иов утверждался в своей неповинности и непорочности и становился сильнее. В качестве адвоката я слышал много историй, когда людей несправедливо обвиняли и даже приговаривали ко многим годам заключения. Они оставались невиновными до конца. Современные анализы ДНК доказали их невиновность. И вот что мне интересно. В каждом выпуске новостей показывают, что эти люди всегда радостны. Они всегда говорят о Божьей благости, несмотря на то, что провели 20 с лишним лет в тюрьме. Конечно, они получат свою компенсацию от правительства. Если Бог благ к вам, это не означает, что вы не получите то, что вам полагается за несправедливое обращение. Непорочность нужна здесь и сейчас. Чем чаще мы держим свое слово и храним свое посвящение, тем крепче будут созданные нами отношения и наша непорочность. Мои тесть и теща отмечают 58-59 годовщину свадьбы в декабре этого года. За это время их дети выросли. Теперь у них много внуков и правнуков. Мы говорили с ними об отношениях. Были моменты, когда они были готовы развестись. В прошлом месяце мы собрались все вместе, и мать моей жены тещам сказала, «Никого из нас не было бы здесь сегодня, если бы мы развелись». Если вы пережили развод, то это сказано не для осуждения. Это новый уровень непорочности. И в душе мы все с вами знаем, и отчаянно ищем такой стабильности, и в своей жизни нуждаемся в этом. Итак, после всего случившегося, Иов сказал в 31 главе, с 4 по 8 стих, «Не видел ли он путей моих, и не считал ли всех моих шагов? Если я ходил в суете, если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность». Иов прямо говорит, «Бог, ты знаешь, что я совершал, я держал слово, я говорил правду, я не смог бы так сказать. Не думаю, что кто-то из нас здесь мог бы так сказать». Иов вообще-то выдающийся человек. Бог, если я хоть как-то кого-то обманул, чтобы получить свое имение, то забери его. Руки Иова были чисты. Он был непорочен. «Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут». За все время испытаний Иов не покулил Бога. Он был непорочным. И, возможно, в вашу жизнь приходило то, что казалось нерушимым. Однако в итоге устоит только непорочность. Буквальное значение слова «элизия» в этом стихе это что-то очевидное, истинное. У нас повсюду стоят зеркала. И сейчас мы поговорим о финансовой непорочности. Слышали такой термин? Финансовая непорочность связана с подотчетностью. У вас есть бухгалтер, который удостоверяется в том, что никто ничего не утаил. Каждый год церковь проходит процесс аудита, чтобы показать собранию всем заинтересованным лицам, что мы распоряжаемся нашими финансовыми ресурсами с непорочностью. Но это происходит только при полном спектре наблюдения. Это не просто одна форма, один документ или один счет. Все открыто. Бухгалтеру доступны абсолютно все книги. Непорочность настолько важна здесь и сейчас, что нам нужно быть подотчетными в своей жизни. Одно дело, если я просто подойду к одному зеркалу, это слишком маленькое зеркало, и посмотрюсь только в него. Да. Я, конечно же, отлично выгляжу. Кстати, уверен, вам нравится мой красивый белый пиджак. Сомнительное сочетание, но таков мой стиль. Что поделать? Не судите меня. Сзади мне ничего не видно. Да. Спасибо. Я не знаю, каковы слабые места и чего мне не хватает. Когда мы окружены друзьями, которые видят нас со всех ракурсов, они говорят нам в любви и милости. Эй, друг, ты обещал прийти. Разве ты не сдержишь свое обещание? Я люблю тебя. Люблю того, кем ты можешь быть, как и того, кто ты есть сейчас. Я хочу, чтобы ты был ответственным. Поэтому непорочность неотносительна. Нам нужны люди в собрании, в селе Христовом, которые скажут нам, что мы упустили, и что не в порядке. Мой последний пункт, непорочность — это идентичность. Она неотносительна. Она важна здесь и сейчас. Кстати, я обещал вам путешествие во времени. Мы отправимся на Первую мировую войну. В записях и архивах мы обнаружили, что капитан Роберт Кэмпбелл однажды был схвачен немцами. Его поместили в военную тюрьму. Узнав, что его мать при смерти, он написал письмо лидеру Германии, Кейзеру Вильгельму, с такими словами. «Пожалуйста, отпустите меня навестить мать. Я обещаю вернуться в военный лагерь». «Что? Серьезно?» И Кайзер ответил, «Если он дает слово британского офицера, тогда я согласен». Причастность Роберта к непорочным британским военнослужащим, тем, кто дает слово и держит его, даже во вред себе, дала возможность лидеру Германии отпустить заключенного, потому что тот обещал вернуться. Было бы потрясающе, если бы даже те, кто против нас, знали, если мы дали слово что-то сделать, мы это сделаем. Было бы прекрасно, если бы жители Хэмптон-Роудс и за его пределами говорили, «Церковь Волна сказала, что сделает это, значит, точно сделает, но без Иисуса это невозможно». И это самый главный пункт — непорочность. Эта идентичность, наша непорочность, стабильна только тогда, когда мы соединяемся со Христом. Иофф — самый яркий пример, если говорить о надежности. В этом он не похож ни на кого. Знаете, Петра из Нового Завета, того самого безумного ученика. Он ходил по воде, отрубал уши и делал много других вещей. Петр — тот, кто знает, каково это, делать неправильный выбор и говорить неуместное слово. Певцы и музыканты, вернитесь, пожалуйста, на сцену. А мы с вами все вместе откроем 18-ю главу Евангелия от Иоанна. Сиборд, Чесапик, вы с нами, да? Спасибо вам. Вам не нужно платить цену, просто слушайте слово. Это почти как Амазон Прайм. Подумайте о непорочности в вопросе вашего бюджета. Это слово для кого-то. Евангелие от Иоанна, 18-я глава, 15-й стих. За Иисусом следовали Симом Петр и другой ученик. Это было после событий в Гефсиманском саду. Иисус арестован. Я так рад, что Иисус не передумал после того, как обещал Богу испить эту чашу. Когда его избивали, он не сказал, «Боже, неужели все будет вот так? Тогда я не согласен». Нет, он видел нас. Он видел вас сегодня, 2000 лет назад, и думал, «Я вынесу все, что нужно, дабы спасти свое возлюбленное, драгоценное дитя». Итак, мы вернемся к Библии. 16-й стих. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверницы говорит Петру, «И ты не из учеников ли этого человека?» Интересно, почему здесь отрицательное предложение? Если можно было спросить прямо. Прочитаем еще раз. «И ты не из учеников ли этого человека?» спросила она. Он сказал, «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Переходим к 25-му стиху. Девушка уже задавала ему вопрос, но Петр отрицал свою связь со Христом. Я к этому не причастен. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал, «Нет». Еще раз. Один из рабов первосвященника, родственник тому, которому Петр отсек ухо, он вспомнил Петра и сказал, «Эй, ты отсек ухо моему кузен. Ты ведь был там, а теперь говоришь, что не знаешь его». После этого Иисус исцелил ухо раба. Все равно мы его распнем. Хоть это и было чудо Божие, мы бы не смогли так сделать. Один из рабов, первосвященника, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит, «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся и тотчас запел петух. Если перейти к 21 главе Иоанна, мы увидим, что Петр потерял свою непорочность, потому что его личность и сила были сокрыты во Христе. Но он струсил перед людьми и сказал, «Нет, я не знаю Иисуса, никогда его не видел, у меня с ним ничего общего». Разве вы не рады, что в отличие от Петра, Иисус говорит, «Что бы вы не совершили, как бы не отрекались от меня, если не словами, то делами, я по-прежнему люблю вас». Разве это не здорово? Давайте перейдем к самой прекрасной сцене. Евангелие от Иоанна. 21 глава 7 стиха. «Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, «Это Господь, они рыбачили вместе». Когда Иисус приблизился, Иоанн сказал, «Это Господь». Симон Джипетр, «Услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море». Представьте на минутку, что вы Петр. Три дня назад вы сказали всем, что не знаете Иисуса, человека, который призывал вас, вел вас, спас вас, человека, с которым вы вместе ходили по воде. Вы сказали всем, что он не имеет к вам отношения, а вы к нему. А теперь он появился, он вернулся к жизни, Петр бросился в воду и поплыл к нему. Он не мог поверить, что у него есть возможность искупить свою вину. Так и мы с вами. Неважно, что вы совершили. Две тысячи лет назад пришел Господь, вы прыгнули в лодку и поплыли к нему, и он дал вам честь в себе. Аминь. Молюсь, чтобы это слово было в вашу жизнь сегодня. Вас удивит то, как Божье Слово действует в повседневной жизни. Сейчас хочу обратиться ко всем, кто слышал это послание. Сегодня я обращаюсь не к тем, кто просто находится в церкви, в здании. Я обращаюсь лично к вам, где бы вы не смотрели эту программу. Я хочу задать вам вопрос. Вы знаете Иисусом? Являетесь ли вы христианином? Переживали вы когда-нибудь личную встречу с Иисусом? Я хочу помолиться. Может, вы однажды уже молились этой молитвой, но вы знаете, что вы уже не живете для Бога так, как раньше. Тогда давайте помолимся вместе. Просто скажите, Господь Иисус, я прошу Тебя, приди в мою жизнь и прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились этой молитвой сегодня, может, в первый раз, а может, вы просто захотели снова посвятить свою жизнь Христу, я бы хотел, чтобы вы связались с нами. Вся необходимая информация находится на экране. Просто скажите нам, что вы помолились сегодня этой молитвой, напишите нам на почту stevekelly.tv Если вы скажете нам, что приняли такое решение, я бы с огромной радостью отправил вам подарок совершенно бесплатно, просто чтобы поздравить вас с тем решением, которое вы сегодня приняли. Мы с радостью приглашаем вас в Церковь Волна в следующее воскресенье. Мы растущая церковь, любящая Бога, жизнь и людей. У нас есть несколько кампусов, расположенных по всему Хэмптону. Чтобы узнать о местонахождении кампусов и часах служения, заходите на наш сайт. Я бы хотел еще раз обратиться к вам и сказать о том, что у вас есть уникальная возможность стать частью нашего служения. Эта программа, транслирующаяся по телевидению, является одной из самых популярных христианских программ с самым высоким рейтингом в Хэмптоне. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы смотрите нас каждую неделю и предложить вам стать нашим партнером. Я верю, что именно благодаря нашим верным нынешним партнерам и тем, кто к нам присоединится, мы сможем транслировать эту передачу на уровне страны и даже за ее пределами. Сейчас эту программу уже выпускают в России и на Ближнем Востоке. Если вы хотите посеять свои финансы, принести щедрую жертву, если хотите пожертвовать сейчас или присылать пожертвования еженедельно или ежемесячно, то мы с радостью дадим вам всю необходимую для этого информацию на сайте, адрес которого вы видите на экране. Станьте нашим партнером и помогите нам распространять это меняющее жизни послание. Бог создал тебя не для того, чтобы ты просто занимал здесь место. Иисус был распят на кресте и воскрес из мертвых не для того, чтобы мы сдавались и просто выживали. Мы будем процветать во славу Иисуса Христа. Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Господь, я буду идти вперед, я не буду стоять на месте», вы получаете поддержку с небес. Небеса будут всегда рядом с вами.